Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые выпускники 2016 года ЛНТ. Я желаю вам успехов, я желаю вам удачи на итоговых государственных экзаменах. Хороший результат будет только тогда, когда вы будете к этому кропотливо и систематически готовиться. Тема нашего занятия – растворы. Это тема, которую мы начинаем изучать в 8 классе и к концу 11 класса мы практически ее не касаемся. Но в методических рекомендациях по подготовке к ЕНТ, в сборниках, по которым мы проходим с вами пробное тестирование, обязательно включаются задачи самого различного уровня. Поэтому я считаю необходимым повторить весь тот материал, который мы по кусочкам рассматривали с вами в 8, 9, 10 классе и в 11 классе частично касаемся только при решении задач в органической химии. Итак, тема раствора. Раствором называют гомогенную систему переменного состава, состоящую из одного или нескольких компонентов. Всякий раствор состоит из растворителя и растворенного вещества. И это ключевая фраза, которую нужно всегда помнить при решении задачи. Растворимость – это физико-химический процесс. То есть это физическая теория, которая была создана Ван Гоффом, Аренисом и Оствальдом. Растворение – это результат диффузии. То есть это проникновение молекул растворенного вещества между молекулами растворителя. Растворы – это однородные системы. Это химическая теория, это химическое взаимодействие. То есть процесс растворения заключается в процессе взаимодействия растворенного вещества с молекулами воды. И этот процесс называется гидротацией. Этой теорией занимались Менделеев, Каблуков, Кистиковский. И сейчас очень много вопросов, которые касаются имен, фамилий ведущих ученых. И на это нужно будет обратить внимание. Итак, состав раствора – это растворенное вещество, это растворитель. И продукты взаимодействия данного процесса растворения – это гидраты. Растворение, еще раз говорю, это физико-химический процесс. Еще раз повторюсь. Физическая сторона – это растворяющее вещество – теряет свою структуру и разрушается. Химическая сторона – растворяемое вещество взаимодействует с растворителем. Этот процесс называется сольватация. Образуется так называемая сольвата. Если растворение идет в воде, процесс называют гидротацией. И образуются так называемые вещества – гидраты. Если растворяемые твердые кристаллические вещества, например, соли, то такие вещества называются кристаллогидратами. Очень много таких вопросов, когда дается не формула кристаллогидрата, а дается название. Купрум-СУ4 на 5 молекул воды – это медный кубороз. Натрий-2СУ3 на 10-H2О. Это сода, то есть тоже нужно эти тривиальные названия обязательно знать. Истинными растворами называются растворы, которые содержат атомы или молекулы, размеры которых очень маленькие. И частицы растворенного вещества не видны невооруженным глазом. Растворитель может быть разным. Это тот компонент, агрегатное состояние которого не изменяется при образовании раствора. Сам процесс растворимости – это способность вещества растворяться в том или ином растворителе. Растворители могут быть разные. И когда вы читаете задачи, то вы не теряете, что это не вода. Допустим, раствор в бензоле, раствор такого-то вещества в бензоле, значит, бензол является растворителем. То есть это неорганические могут быть растворители, как вода. Неорганические, например, такие, как спирт, ацетон, бензин, бензол и так далее. По содержанию растворенного вещества в растворе различают следующие виды растворов. Концентрированные, разбавленные, насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные растворы – это такие растворы, когда при данной температуре вещество, которое мы растворяем, уже больше не растворяется. Ненасыщенные – это обратный процесс, когда при данной температуре данное вещество еще может растворяться. И нужно уметь отличать насыщенные растворы от ненасыщенных растворов. Вот, простите, от концентрированных растворов. Концентрированные – это такие растворы, которые содержат в своем составе просто много малого вещества, которое мы растворяем, но мало растворителя. И разбавленные, наоборот, это такие растворы, которые содержат мало растворенного вещества, но достаточно много растворителя. Этим отличаются концентрированные растворы от насыщенных и разбавленные от ненасыщенных. На процесс растворимости влияет несколько факторов Прежде всего это природа самого вещества Далее природа растворителя Обычно в органических растворителях процесс растворения идет очень быстро Это температура Далее количество вещества, которое мы растворяем Ну и нужно обратить внимание на растворимость газообразных веществ В зависимости от давления и температуры Для газа при повышении температуры и понижении температуры Растворимость газов увеличивается И наоборот, процесс будет протекать тогда в обратном направлении Но больше нас, конечно, касается такой аспект этой темы Как количественные характеристики Которые показывают, сколько по количеству, по массе, по объему По объему растворенного вещества находится в растворе А первым показателем или количественной характеристикой Является коэффициент растворимости Или так называемое понятие растворимость Коэффициент растворимости показывает Какая максимальная масса вещества может растворяться в 100 граммах Или 1000 граммах растворителя И отсюда мы различаем вещества Хорошо растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые Здесь представлена таблица Где указана масса Которая будет характеризовать В какой группе веществ по растворимости Будет относиться данное вещество Значит, у нас с вами есть таблица растворимости И этой таблицей растворимости Мы пользуемся для того, чтобы посмотреть В какой группе веществ относится Коэффициент растворимости отражен в таблице Где уже определено по каждой соли Сколько граммов растворяется В данном случае там берется растворителем вода При определенной температуре 20, 30, 60 и так далее И пользуясь этой таблицей Вы можете решить любую задачу Но поскольку таких задач у нас не встречается Потому что данные не указываются И таблицы мы не берем Мы остановимся с вами на других количественных характеристиках Таких, как массовая доля растворенного вещества Значит, прежде всего мы разберем с вами Или повторим правильнее будет понятие Что такое концентрация Концентрация обозначается буквой С Это доля вещества Его масса, его объем, его число молей Тогда в массе, объеме или моле в количестве раствора Итак, одной из таких количественных величин Является массовая доля растворенного вещества Она обозначается омегой Это процентная концентрация Обозначается С Она может не измеряться в процентах Просто в долях измеряться А может в процентах Выражается следующая формула Это масса вещества в граммах Деленная на массу раствора тоже в граммах Отсюда, из этой формулы Мы можем с вами найти По массовой доле и массе вещества Массу раствора По массовой доле и массе раствора Мы можем найти массу вещества И вот эта формула может использоваться в различных типах задач. В задачах по формуле, в задачах на уравнении реакции. И на этом мы сегодня с вами остановимся. Да, я бы хотела напомнить, что очень много задач, когда дается объем раствора и дается его плотность. Нужно помнить, что объем мы можем использовать только тогда, когда это вещество газообразное или находится в жидком состоянии. Если мы говорим с вами о растворах, в данном случае мы обязательно должны перейти к массе. Поэтому напоминаю вам формулу, которой мы часто очень пользуемся. Масса раствора равняется произведению объема на плотность. Если нам нужно найти массу вещества, то мы еще умножаем и на массовую долю данного вещества в данном растворе. Следующей количественной характеристикой является малярная концентрация растворенного вещества. Обозначается CM. Это отношение количества вещества к объему, обратите внимание, в литрах. То есть если в условиях задачи и часто дается, особенно вот эти последние варианты, которые мы с вами пролешали, уже пройдя три тестирования, там дается объем миллилитров. Не забывайте обязательно его перевести в литры. И можно еще эту формулу преобразить. Мы с вами знаем, что количество вещества это и есть масса, деленная на малярную массу. Следовательно, в эту формулу мы можем сразу подставить с вами это значение. И отсюда у нас малярная концентрация будет находиться по формуле. Масса, деленная на малярную массу, умноженная на объем. Единицей измерения малярной концентрации является величина моль на литр. Обозначается она большой буквой М. И в задачах это пишется так. Моль, одномалярный раствор или двумалярный раствор и так далее. Но это обязательно, обратите внимание, в одном литре растворенного вещества. Ну, что значат эти величины? Одномалярный, если написано 1М, это одномалярный, то есть 1 моль дальнего вещества. Двумалярный, 2 на моль, 2 моль. 0,1 децималярный и так далее. То есть вот эти единицы, они будут вам показывать, что в растворе у вас содержится 1 моль, 2 моль, 0,1 моль и так далее. И вы будете их учитывать при расчетах в задаче. Мольярная концентрация эквивалента или называется нормальная концентрация. Она показывает массу растворенного вещества на массу в грамм эквивалента и на объем в литр. У нас в программе школьной не дается понятие, что такое грамм эквивалент. Но те ребята и те выпускники, которые будут сдавать химию, они, конечно, рассматривают этот вопрос. И обязательно должны знать, что они должны уметь рассчитывать грамм эквивалент элемента, грамм эквивалент оксида, гидроксида, кислоты и соли. Значит, грамм эквивалент элемента равен отношению его относительно молекулярной массы на валентность. Вот здесь показано на примере кальция. Если это оксид кальция, то это относительно молекулярная масса, деленная на валентность металла. Грамм эквивалент гидроксида кальция, то же самое. Его относительная молекулярная масса на валентность. Для кислоты на основность, то есть сколько входит атома водорода. Мы относительную молекулярную массу делим на количество атомов водорода. Для солей выглядит немножко по-другому. Значит, мы находим относительную молекулярную массу и делим на произведение количества атомов металла на его валентность. Вот, например, для сульфата алюминия. Относительная молекулярная масса равна 246. А произведение количества атомов эквивалентности алюминия равно 6. И таким образом мы находим грамм эквивалент этой соли. Мы подставляем в формулу и можем решить задачу для любого вещества, которое нам предложено. Молярная концентрация показывает массу растворенного вещества на 1 кг растворителя. И измеряется в моль на килограмм. Но таких задач в нашей базе нет. Но если они появятся, вы будете уже к этому готовы. Обозначается вот таким образом. И формула нахождения имеет вот такой вид. Мольная доля характеризуется отношением числа молей компонента к общему числу молей всех компонентов. То есть, если нам найти нужную мольную долю, мы находим количество вещества. Дальше количество всего раствора. Находим отношение. И это будет мольная доля растворенного вещества в данном количестве раствора. Есть еще такое понятие, как титр раствора. Это масса растворенного вещества в 1 мл растворителя. Вот это количественные характеристики, которые показывают количество, массу, объем растворенного вещества. Еще раз. В количестве, массе или объеме раствора. Ну и разберем некоторые задачи, которые встречаются нам с вами в сборниках. И может быть остановимся на более рациональных подходах к решению таких задач. Итак, задача. 500 мл 10% раствора серной кислоты, плотность 1,07 г на мл, добавили 200 мл ее 20% раствора. Плотностью 1,14 г на мл. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе. Значит, я обращаю внимание выпускников на то, что писать дано это трата времени. Хотя, когда мы пишем с вами дано, мы сразу задачу анализируем. Я здесь показываю решение задач без дано. Как можно быстро решить эту задачу, сэкономить время для того, чтобы выполнить успех все задания, которые нам предлагает сборник. Ключевой здесь является формула. Это массовая доля растворенного вещества в массе раствора. Мы эту формулу с вами записали и отсюда теперь будем исходить. Что нам надо с вами знать? Надо знать массу вещества. Массу вещества мы не знаем, потому что она выражена у нас в процентах. Далее, мы должны знать массу раствора. Массу раствора мы тоже не знаем, мы знаем только объем. Поэтому мы можем использовать эту формулу, которую мы с вами обозначили выше. Масса вещества будет равна произведению объема на плотность и на массовую долю. Таким образом, мы 500 с вами умножим на 1,07. Далее, освободимся сразу от процентов. Это будет 0,1. И таким образом мы получим с вами массу соли, которая будет равна... Я здесь не записала, вы посчитаете. Затем точно так же мы найдем по второму раствору. 200 умножим на 0,2 и умножим на 1,14. И таким образом мы в сумме получим с вами массу веществ. И разделим на массу раствора. И масса раствора, когда мы умножили с вами 500 на 1,07. И 200 умножили на 1,14. И мы получим с вами массовую долю в новом растворе серной кислоты 13%. Это задача из сборника ЕНТ 15-го года, которая нам предлагалась в октябре. Следующая задача последнего тестирования. Масса пресной воды, которую нужно добавить к 40 граммам морской, содержащей 5% поваренной соли. Чтобы содержание соли в последней составило 2%. Ключевой является та же формула, о которой мы говорили. Итак, здесь мы с вами не знаем массу раствора. Поэтому масса раствора будет выражаться 40 плюс х. 0,2 будет равняться отношению массы 2 грамма, которую мы нашли, деленная на массу раствора 40 плюс х. И когда мы освободимся с вами от знаменателя, дроби, которую мы имеем с вами, то есть 0,02 мы умножим на сумму 40х, это будет равняться 2. Найдем х и масса раствора, масса, простите, пресной воды у нас будет составлять 60 граммов. Но таких задач очень много. Важно, чтобы вы обратили внимание на подход при решении таких задач. Следующая задача. Какой объем воды и 20% раствора аммиака плотностью 0,92 грамм на миллилитр необходимы для приготовления 500 миллилитров 5% раствора аммиака плотностью 0,98 миллилитра? Находим массу раствора, которую мы должны с вами получить. 500 умножаем на 0,98 и получаем массу раствора 490 граммов. Вот это раствор, к которому мы должны с вами прийти. Находим массу вещества, которая должна быть у нас с вами в этом растворе. Для этого мы с вами 0,05 умножаем на 490 и получаем 24,5. И теперь анализируем. Масса веществ у нас не изменилась. То есть масса вещества второго у нас равна массе вещества первого. Следовательно, подставляем в эту формулу. Масса раствора у нас будет равна 122,5 граммов. Объем раствора аммиака – это есть масса раствора, деленная на плотность. Масса раствора у нас 122,5 граммов, а объем у нас равен 0,92 грамм на миллилитр. Таким образом, мы нашли с вами объем. Он будет составлять у нас 133,2 миллилитра. Учитывая, что плотность воды равна 1 грамм на миллилитр, отнимая от объема раствора объем аммиака, мы найдем с вами объем воды – 367,5 миллилитра. Очень часто встречаются такие задачи, когда нужно получить какую-то определенную массу раствора, заданной массовой долей вещества в этом растворе, и указаны только массовые доли растворенного вещества в тех растворах, которые используются для его получения. Как можно просто и быстро решить такую задачу? Такие задачи можно быстро решать, используя конверт Пирсона, или это называется правило Креста. Значит, с левой стороны у нас есть две величины. Это те массовые доли, которые указаны первоначально нам в растворе. По серединке пишется массовая доля вещества, вот омега-3 раствора, простите, которую мы с вами получим. И далее по диагонали из большей массовой доли мы отнимаем меньшую массовую долю, например, В1-В3, мы получим разность произведения В1-В3. И В3-В2 мы получаем с вами разность концентрации. Затем мы складываем эти части, и затем учитываем уже в растворе, который мы имеем на примере задачи, мы сейчас это с вами разберем. Итак, задача. Какие массы растворов серной кислоты с массовой долей в ее 25 и 10 процентов? Вот видите, в этой задаче не указаны ни массы растворов, ни массы, ни воды, ни растворов, и только массовая доля. И нужно получить 500 граммов 15-процентного раствора. Записываем исходные массовые доли, сразу освобождаясь от процентов. Итак, это 0,25 и 10 процентов это 0,10. Массовая доля раствора, массовая доля вещества в растворе, который мы должны с вами получить, составляет 15 процентов или 0,15. И теперь из большей концентрации мы отнимаем меньшую концентрацию, и с правой стороны точно так же друг под другом эти величины записываем. 0,25 нужно отнять 0,15. Мы получили с вами 0,1. 0,15 отнимаем 0,1 и мы получаем с вами 0,05. Итак, этих растворов у нас содержится с вами в общей весовых частях 0,05 в сумме плюс 0,1 будут составлять 0,15 весовых частей. И теперь мы просто это с вами подставляем в формулу. Масса раствора по массе составляет 500 граммов. Значит, 10 процентов у нас с вами 0,05 частей, а всего частей у нас 0,15. Таким образом, мы 166,7 возьмем с вами 10 процентного раствора. Точно так же мы найдем с вами массу 25 процентного раствора. Мы массу раствора 500 умножим на 0,1 и поделим на общую часть, на число, которое показывает общую часть этих составляющих, то есть 0,15. Ну и если мы в сумме сложим с вами, мы как раз получим ровно 500 граммов. То есть задачу мы решили с вами правильно. Вот так легко, можно быстро решить задачу на смешение растворов, не выполняя ее под действием. Этим самым вы сократите свое время. Следующая задача. Определить концентрацию раствора, полученного при сливании 150 граммов 30 процентного раствора и 250 граммов 10 процентного раствора. Мы должны определить концентрацию, она нам неизвестна. То есть здесь у нас будет х. Я этот х обозначила через омегу-3 и посчитала, что я от омеги-3 отнимаю 10 процентов, получила первое значение. От 30 процентов отнимаю омегу-3, я получила второе значение. Итак, это есть отношение разности 30 минус массовая доля, которую мы получим, и массовой доли и 10 процентов на массы раствора 150, деленная на 250. Таким образом, мы с вами найдем омегу-3, она будет равна 17,5 процента. Вот так легко и быстро можно решить эту задачу, используя тоже правила или конверт Пирсона, или правила Креста, о чем мы с вами сказали раньше. Вот как решить такую задачу, какую массу, используя это правило Креста, какую массу воды и массу 20 процентного раствора поваренной соли необходимо взять для приготовления 300 граммов 10 процентного раствора. Обратите внимание, у нас нет массы первого раствора, а у нас говорится о том, что мы должны добавить воду. Просто нужно помнить, что массовая доля вещества в чистой воде всегда равна нулю, а массовая доля в чистом веществе равна единице. И эти величины вы будете подставлять также в этот конверт Пирсона и решать задачи по правилу Креста. Вот эта задача будет решаться так. 20-ти процентный раствор это 0,2 и концентрация воды это 0 процента. Концентрация нового вещества будет составлять 0,10. Мы находим с вами разницу. Нашли массовые части, это 0,2. И снова вышли с вами по формуле на расчет вещества и воды. У нас получилось с вами воды 150 граммов и соли 150 граммов. В сумме это должно составлять 300 граммов. У нас суммы с вами совпадают. Значит задачу мы решили с вами правильно. Можно еще просто решать такие задачи, используя так называемый метод стаканчика. Итак у нас с вами два раствора, которые мы берем и раствор, который мы получаем. Вот они наши два стаканчика. Итак, исходные растворы и конечные растворы. Сверху стаканчика записывают массовую долю растворенного вещества, а под стаканчиками записывают исходные растворы и массу конечного раствора. И в зависимости от того, что нам в этой задаче дано, мы можем легко и быстро решить любую задачу. Ну давайте разберем, используя этот метод, вот такую задачу. Смешали 200 граммов раствора с массовой долей 0,1 и 20 граммов этого же раствора с массовой долей 0,3. Вычислите массовую долю растворенного вещества во вновь полученном растворе. Итак у нас с вами три стаканчика. Первые два это исходные и третьи это конечные. Итак, массовая доля первая 0,1, массовая доля 0,3, массы растворов там где 0,1 массовая доля 200 подписали, да? Массовая доля где 0,3 обратите внимание 20 граммов и исходный раствор у нас будет составлять с вами 200. Все подставляем, 200 умножаем на 0,1, 20 умножаем на 0,3 и мы получаем с вами 220х. Отсюда мы решаем с вами уравнение и находим массовую долю полученного вещества. То есть исключая действие мы быстро с вами нашли массовую долю, у вас уйдет не более двух минут на решение этой задачи. То есть алгебраическое выражение составили с одним неизвестным и получили с вами уравнение с одним неизвестным, которое вы в 11 классе прекрасно и быстро решаете. Очень много задач, они были у нас в базе и сейчас не одна, а несколько задач включается в задачи на кристаллы гидрады. Итак, задача последнего тестирования звучит так. Объем воды в миллилитрах, в котором надо растворить 161 грамм сульфата натрия 10-водного для приготовления 10% раствора натрий-2СУ4. Значит, натрий-2СУ4 на 10 аж может быть написано главу первого соли. Так и написано. Я уже вам написала формулы, напоминаю вам, ребята, что вот эти названия кристаллогидратов, купрум-СУ4 на 5-H2O, натрий-2СУ3 на 10-H2O, натрий-2СУ4 на 10-H2O, кальция-СУ4 на 2-H2O, гипс, далее магний-СУ4 на 2-H2O, это горькая соль, их нужно повторить и их нужно запомнить для того, чтобы либо ответить на теоретические вопросы, либо решить задачи. Итак, еще одно понятие, которое мы должны с вами вспомнить. Натрий-2СУ4 на 10-H2O называется водная соль, а натрий-2СУ4 без воды, уже кристаллизационной, называется безводная соль. Итак, если мы по действиям будем решать эту задачу, она у нас будет выглядеть так. Мы должны с вами выйти на безводную соль. Значит, рассуждаем, как мы можем найти массу безводной соли. Конечно, по формуле кристаллогидрата натрий-2СУ4 на 10-H2O. Ну, молекулярную массу вы умеете рассчитывать, помните, что нужно к молекулярной массе соли прибавить молекулярную массу воды. Итак, 142 плюс 180. Вот эта величина у нас содержит 142 грамма безводной соли натрий-2СУ4. По условию задачи масса кристаллогидрата у нас равна 161 грамм. Мы находим с вами массу безводной соли 71. И подставляем теперь формулу. Массовая доля 10% освобождаемся 0,1. Это есть масса вещества 71, деленная на массу раствора 161 плюс Х. Мы такую задачу с вами рассматривали уже, когда решали задачу с поваренной солью. И таким образом, найдя неизвестное Х, мы приходим с вами к массе воды 549 грамм. Ну, поскольку в условии, говорите, ребята, объем воды, а плотность воды 1 грамм на миллилитр, значит масса воды будет 549 грамм. Вот, используя метод стаканчиков, задачу на кристаллогидраты решить можно гораздо быстрее и проще, и сэкономить при этом свое время. В какой массе воды нужно растворить 125 граммов медного кубороса, кубрум СО4 на 5 молекул воды, чтобы получить 8% раствор сульфата меди. Итак, находим с вами относительно молекулярную массу кристаллогидрата, она будет составлять у нас 100, простите, 250 грамм, молярная масса, 250 грамм на моле. Итак, подставляем. Масса вещества, поскольку у нас там, да, масса вещества у нас 160, и масса раствора 250, мы нашли массу соли с вами, 0,64. И подставляем. Масса раствора у нас 125, 0,64 делим на 125. У второго раствора мы не знаем, мы уже с вами выше говорили, это 0. И массу раствора мы тоже не знаем, подставляем X. Зато мы, поскольку это вода, мы не знаем, сколько надо добавить, а концентрация равна нулю. Зато мы знаем массовую долю третьего раствора, это 0,08. И масса раствора тогда у нас будет складываться и с суммой 125 и X. Таким образом, получив уравнение, мы с вами выстроим, решили задачу, нашли массу воды 875 граммов. Итак, можно использовать три способа, ребята, при решении этих задач. Решать по действиям, решать правилам креста. Оно нам объясняется в некоторых учебниках, в зависимости от того, по которым вы идете. Ну и я просто уверена, что учителя обязательно этот способ вам объясняют. Ну, что вы еще и в математике решаете такие задачи. По математике встречаются задачи, и практически в каждом варианте встречаются задачи на сплавы, где содержится какая-то определенная доля металла в процентах. Может быть, просто доля. То есть и в математике вы этот метод можете использовать. Ну и можно третьим методом пользоваться. Это метод стаканчиков. Мне он импонирует, мне он нравится. Решать по нему быстро. Ваше право, ребята, выбрать для вас наиболее рациональный способ решения таких задач. Такие задачи называются задачи на смешении растворов. Вот такая задача. Ну, я ее написала, потому что я ее только нашла в сборнике ЕНТ. Я вам ее предлагаю. Хлор объемом 67,2 литра в нормальное условие пропускает на холоду через 400 мл. Одно малярного раствора, гидроксида натрия. Количество образовавшейся кислорода, содержащей соли. Когда я пролистала учебники, я обратила внимание, что да, нам дается, ребята, такое уравнение реакции, как взаимодействие хлора с раствором гидроксида натрия. И дается два вида уравнения реакции. Когда образуется натрий-хлор, натрий-хлоро, и натрий-хлор, натрий-хлоро-3. То есть два вида кислорода, содержащие соли. Но не проговариваете, ребята, при каких условиях. Вы запомните, пожалуйста, когда щелочь реагирует холодно, тогда образуется хлорид натрия-натрий-хлор и натрий-хлоро. Но когда говорится горячая щелочь, тогда образуется натрий-хлор, и натрий-хлоро-3, то есть найти будет относительную молекулярную массу, не зная правильно формулы солей и неправильно написав оравнение реакции, вы можете здесь допустить ошибку. Конечно, рациональнее, ребята, все задачи решать через количество вещества. И как просто решить эту задачу, используя вот этот подход, решение через количество вещества, то есть мольное отношение продуктов и исходных веществ. Нам дан объем хлора при нормальных условиях 67,2 литра. Следовательно, его количество будет равно 33 моль. Но нам ведь еще указан с вами объем гидроксида натрия одномолярный. Следовательно, если исходные вещества указаны количественно в массах, либо объемах, либо в молях, вы прекрасно знаете, что это задача на испыток и недостаток. Поэтому мы обязательно должны с вами найти, какое же вещество исходное в данном случае взято у нас в недостатке. Для этого мы должны найти количество гидроксида натрия. Вот здесь мы как раз с вами используем понятие молярная концентрация. Молярная концентрация – это есть количество вещества, деленное на объем в литрах. Следовательно, а мы с вами говорили, количество вещества – это одно молярное, но целых двух молярное и так далее. А у нас по условию указано одно молярное. Следовательно, единица будет равняться количество вещества, деленное на объем. Обратите внимание, нам дано 400 мл. Мы с вами переводим в литр и получаем 0,4 молярное. Следовательно, в реакцию вступило 0,4 моль гидроксида натрия. Смотрим на уравнение реакции. 2 моль гидроксида натрия участвует с одним моль хлора. Но у нас с вами хлора 3 моль. Естественно, по расчетам мы сразу с вами видим, что гидроксид натрия у нас в недостатке. И сравниваем количественное соотношение гидроксида натрия с кислородом, содержащим солью. 2 ню натрия OH относится к ню натрия хлор О. Отсюда ню натрия хлор О будет равно отношению 0,4 к 2, то есть 0,2 моль. Вот так, используя понятие молярная концентрация, вы решите эту задачу. Следующая задача, она немножко посложнее, потому что сейчас большая часть задач встречается, когда сразу несколько величин надо использовать, несколько понятий надо использовать. Естественно, все количественные величины, все количественные характеристики, о которых мы с вами говорили, они могут быть взаимосвязаны. Молярную концентрацию перевести в массовую дуру, нормальную концентрацию перевести в малярную концентрацию и так далее. Вот пример такой задачи. В растворе объемом 700 мл содержится хлорид магния, масса 9,5 грамма. Определите малярную концентрацию растворенного вещества. Итак, сначала мы должны найти малярную массу хлорида магния, потому что нам сказано, что малярная концентрация и содержится хлорид магния массой 9,5 граммов. То есть эти величины мы должны перевести. Нашли, что малярная масса будет равна 95 грамм. Отсюда мы с вами находим малярную концентрацию. Подставляем формулу. Масса, деленная на малярную массу и деленная на объем в литрах. Это будет 0,7. Таким образом, мы с вами нашли малярную концентрацию растворенного вещества 0,143 моль на литр. Часто и очень много задач, где массовая доля и малярная концентрация используются при решении задач не по формулам, как мы с вами разобрали, а по уравнениям реакций. Ну вот, такая задача вам предлагается. Определите массу оксида натрия, которую необходимо растворить в 1014 граммах раствора, содержащего 240 граммов гидроксида натрия, чтобы образовался раствор щелочи с массовой долей гидроксида натрия 40%. Для этого мы с вами прежде всего должны написать уравнение реакций. Поскольку нам ничего не говорится про массу оксида натрия, значит мы должны массу оксида натрия обозначить через Х. Тогда количество вещества будет равно отношению массы, а мы ее обозначили через Х, к относительной молекулярной массе. Молярная масса численно равна относительной молекулярной массе. Это 23 плюс 23 плюс 16, мы получаем с вами 62. И снова используем с вами отношения. Один моль оксида натрия дает нам 2 моль гидроксида натрия. Находим с вами тогда количество гидроксида натрия. Это будет отношение Х к 31. И подставляем с вами в суммарную массу. Это 240 мы с вами имели. 40 умножить, это молярная масса гидроксида натрия, на отношение Х, деленное на 31. И таким образом, сделав вычисление, мы с вами получим величину 0, вернее уравнение получим. Массовая доля у нас будет равна 40%. Освобождаясь от 40%, мы записываем с вами уравнение реакции. Значит, 0,4, первая масса у нас равна 40 умножить на Х, деленное на 31, плюс 240, деленное на общая масса раствора 1014. И мы должны прибавить еще массу оксида натрия, которую мы приняли за Х. Таким образом, когда мы решим уравнение реакции, мы получим с вами 184. Это масса оксида натрия, которую мы должны добавить к полученному раствору, для того, чтобы получить раствор с массовой долей 40%. Ну что, дорогие ребята, я надеюсь, что то, что мы с вами повторили. Те способы, которые я вам показала, они вам пригодятся, и вы будете рационально решать задачи для того, чтобы сэкономить свое время. До свидания, всего доброго.